вода начала протекать прямо на батареи вот там сейчас немного мокро я боюсь включать батареи чтоб не было там короткого замыкания он вот на этой телеге едет в тибет короче из этого китайца тупо отругал короче ребята это просто полный пипец у нас тормоза отказали представляете мы сейчас находимся на одной из самых опасных из самых красивых дорог китая эта дорога супер знаменитая все кемперы живущие люди в доме на колесах и вообще просто люди которые любят путешествовать клеют наклейки по поводу этой дороги себе на машину вон она вон она одна из них наклейка смотрите 318 видите путешественники в китае клеят вот такие наклейки потому что эта дорога самая красивая ну и самая опасная вы только посмотрите на размер этих гор и тут очень частые оползни вот даже сейчас мы только что проехали на нашем доме на колесах мы проехали один оползень я вам сейчас покажу вот смотрите недавно здесь был оползень ведь вот эти огромные камни попадали и разрушили дорогу конечно же все прочистили но факт в том что здесь очень частые оползни что вы понимали размер этих камешек я щас стану рядом с ними смотрите смотрите какие эти огромные камни если упадет на наш дом на колесах и так и будет капец стремно ребят чтобы вы понимали масштаб этих гор вы посмотрите какой маленький домик на колесах и посмотрите на эти горы в камере не так передается как в жизни эти горы огромные ребят очень большие то есть вы представляете насколько крутая эта дорога если ты проехал ее ты клеишь наклейку и ты крутой давайте посмотри на этой машины если наклейка нету а у этой тоже нету ладно раз будем дальше ехать смотреть на машины с наклейками некоторые места на этой дороге вот такие чтобы вы понимали только посмотрите на эту стену ребят это капец просто как она еще не обвалилась ребят смотрите они даже накрывают скалу вот такой вот сеткой железной чтобы избежать камни падения и Вот это дорога, ребята, просто капец. Я еще удивлен, как мы здесь проезжаем. Смотрите. Ирис говорит, гора обрушилась, упала. Короче, мы уже едем, ну весь день уже солнце садится. Вот сейчас хотим припарковать машину, уже где-то час не можем припарковать. Нету просто места, одна сплошная дорога. А если и есть места, где припарковать, то там нет интернета. Но без интернета не прикольно. Тем более мне нужно поработать. Зато виды очень красивые. Фух, блин, наконец-то мы нашли место. Я надеюсь, с утра нас не выгонят отсюда во строители, потому что выглядит, как будто бы здесь еще что-то строят. Вид зато вообще просто шикарный, ребят. Посмотрите, да ты что. Самое главное, что машина стоит ровно. Хоть здесь и поверхность не совсем ровная, но мы как-то встали, так что она ровно-ровно стоит. Поэтому спать сегодня будем тоже ровно, а не как-то вот так вот. Так, малыши на прогулку вышли уже. Только вот туда к дороге не иди, хорошо, Мимю? Ну что ты делаешь? Мяу! Я обычно вот так вот кидаю камешек рядом с ней, когда она так делает. И пугаю ее. Фей тоже пачкается. Ну что такое с этими котами? Фей, Фей! Напугал. Сейчас у нас арийская задача номер один – найти еды. Потому что нам просто не хочется есть гречку, как обычно, когда мы не можем найти рестораны. И мы едим гречку с тунцом. Уже устали от этого, поэтому сейчас пойдем в деревню искать еду. Так, ну мы пришли в какой-то городочек. Ну как городочек, деревушку. Сейчас будем искать, где покушать. Я надеюсь, здесь есть рестораны, потому что голодные капец. Смотрите, какие здесь необычные домики. Беленькие, как в Тибете. Это потому что мы уже в Тибетском регионе. И вот такие белые домики красивые, необычные. Когда мы заехали в Тибетский регион, Кирис пришла смс-ка на телефон, типа «Добро пожаловать в Тибетский регион с белыми домами». Неужели здесь ничего нету и придется завтракать гречкой и тунцом? Спасибо. Спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания. Первого жителя встретили, это имени деревни. Спросил, где покушать. Она говорит, 5 километров в ту сторону поедьте, там будет ресторан. Все, мы поехали тогда. Возвращаемся в дом на колесах и едем. Я говорю, у тебя можно купить продукты? Она говорит, нет. Возвращаемся в дом на колесах и едем. Что ты сонный, вареный? Ребята, в какой-то момент что-то произошло с микрофоном, он просто перестал записывать звук, поэтому я просто здесь запишу звук и расскажу, что произошло. Мы все-таки добрались до мини-города, в котором, возможно, найдем еду. Здесь я говорю, что живя в горах и путешествуя в доме на колесах в горах, копится очень много мусора, потому что просто нереально найти урны, чтобы выбросить. Наконец-то мы нашли урну. Ура, ура, ура. Но не так оказалось просто ее открыть. Ура. Победители. Там же рядом с урной мы нашли кафешку, заведение, где мы можем, наконец-то, позавтракать. Ура. Гостеприимная хозяйка решила нам показать нам внутри. И вот мы рассматриваем ее гостиницу. Это и гостиница, она плюс тут живет. Гостиница, ресторан, еще и урна есть. Вообще шик, шикардос. Я поднимаюсь наверх, показываю вам всю эту красоту. Посмотрите. Это очень красивое место. А она говорит, пошли наверх, покажу вам еще выше пару этажей. Здесь они молятся, она говорит. Потому что здесь они в Тибете молятся на Будду. Часто такое явление. Короче, я даже, честно говоря, не вникал. Тут они играют в какие-то настольные игры. Она говорит, пошли на крышу. Пошли. Мы с Риской идем на крышу. Так, шо это я жопу снимаю? Окей, тут крыша. С крыши очень красивый вид открывается. Прям вообще, посмотрите. У ней также есть бассейн. Мы осмотрели весь дом и встретили ее бабушку. Она живет здесь. В итоге мы выбрали вот такую беседку и решили там покушать. Но сначала нужно было заказать еды. Но у этой женщины не было меню. И она говорит, просто вот заходите, выбирайте, что вам по вкусу. И типа заказывайте. Вот она говорит, у нас здесь есть мясо, у нас есть немножечко креветок, у нас есть то-се. Я понюхал, вроде нормас. Еще интересный момент. Она сказала, что она не очень хорошо готовит. Прям такая очень откровенная девочка. Нам принесли еду, цукини, баклажаны, мясо. Не знаю, что это такое. Наверное, жопкий рачка. Это обжаренный сыр. И прямо сейчас здесь будем готовить себе под... Ну, там, мясо готовить, плюс может подогревать что-то из этого. И риска уже хрумкает. Вкусный, вкусный сыр? Очень вкусно. Необычно обжаренный сыр. А ну. Вау. Реально прикольно. По вкусу, как слоеная булочка, и в конце отдает сыром. Очень хорошо. И риска, как обычно, смотрит в тельчик и кушает. Ну, все, поели, ребят. Теперь мы должны ехать дальше, потому что эта дорога, она очень длинная. Нам еще ехать около 15 часов. Понятное дело, мы сегодня не приедем. Будем ехать еще дня 4-5. Сегодня просто едем, ничего не происходит. Но самая красота в конце этого пути. Как люди говорят. Не знаю, посмотрим. Музыка. 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 Короче, мы решились сегодня на ночь здесь перепарковаться. Завтра уже пораньше встать, потому что мы проснулись аж к обеду, отсыпались. Завтра пораньше встанем и будем ехать дальше к красивым местам. В принципе, здесь тоже красиво, но, как обещают, должно быть еще красивее. Единственный минус, часто ездят здесь грузовики, будут нам мешать. Ну ничего, пораньше зато встанем. Завтра увидимся. Ребята, вы меня часто спрашиваете, преподаю ли я китайский язык. Сейчас я развиваю школу английского языка, но хочу вас познакомить с Анной Кузиной. Она чемпион мира по китайскому. Она 20 лет прожила в Китае. Она профессиональный китаевед. Написала книгу о Китае. И создала свою авторскую методику изучения китайского языка быстро и легко. Ее блог про то, как изучать китайский легко и с удовольствием. Там много классных роликов. Хотите говорить как китайцы? Идите учиться в ее школу. Недавно у школы Анной был день рождения. И в честь этого она подготовила крутой подарок для всех любителей китайского языка. А именно, игровой практикум «Китайский – это легко». В нем вы найдете 4 бесплатных урока, практические задания, крутые бонусы и обратную связь от чемпиона мира. На практикуме вы. Первое. Узнаете, как образуются слова в китайском языке. Второе. За 5 минут выучите 20 китайских иероглифов и 30 китайских слов и научитесь писать их. Третье. Произнесете и выучите 4 тона китайского языка. И уже сможете определять их на слух в китайской речи. И четвертое. Познакомитесь с культурными особенностями китайцев. Это очень интересно. Чтобы на него попасть, подпишитесь на канал Анны. Ссылка под этим видео. И заходите на практикум. Практикум подойдет вам, даже если вы никогда не изучали китайский язык. Или уже пробовали, но обучение шло с трудом. Ребят, просто попробуйте. И вы убедитесь, что китайский можно изучать в удовольствие и легко. Ссылка на практикум под видео. В общем, доброе утро, ребята. Вы услышали звуки. Оказывается, свиньи к нам сюда пришли, представляете? Мы их кормили. И непонятно, откуда они, потому что здесь поблизости нет деревень. Проезжающие тоже, ребята. Вот китайцы остановились посмотреть на свиней посреди дороги. Капец. И мы в шоке. Слушайте, архитектура и природа меняются прямо на глазах. Мы едем, то такие здания, то такие здания, то такие деревья. Так красиво. И все это буквально там в промежутке час-два. Сейчас хотим остановиться где-то в городке. Снова проголодались. Будем кушать и дальше ехать. Посмотрите, как природа меняется на глазах. Только что был лес. Сейчас вот такие вот горы. А сейчас вообще горы кончились. Остались только камни, какие-то круглые камни. Капец. Едем всего час. И вот так вот картина меняется, меняется. Блин, реально дорога необычная. Как будто бы играю в какую-то игру, знаете? И локации меняются. Не прошло и полчаса, как картина снова поменялась. Теперь у нас горы коричневые и лысые. Ирис, покажи. Мы сейчас 4600 метров над уровнем моря. Поэтому здесь очень разряженный воздух. Опять какая-то такая дымка, дымка в голове. Но на этот раз у нас есть кислородные болотные. Поэтому они реально спасают. Пипец. Кайф. Все, наконец-то нашли место, где можем покушать. Сейчас будем кушать, отдыхать. И завтра двинемся снова в путь. Короче, Ирис говорит, что в этой зоне, где мы сейчас находимся, здесь все идет острое. Вы просто посмотрите на это. Это просто капец. Вот и здесь, Ирис. Як. Это у нас як. Потом, что это? Что вот это? Что это? Ага, это свинина. Это баклажаны жареные. Вот здесь, что это? Это курочка. Смотрите, сколько перца. Обалдеть. Смотрите, сколько. Вот типа курочка сама. И тофу тоже с перцем. Скажи, очень вкусно. Очень вкусно. Все, тогда работаем. И заодно кушаем. Я уже себе венца налил, потому что такая стрессовая дорога была. Это просто капец. Столько этих трак-драйверов. И завтра дальше в путь. Короче, китайцы со мной фоткаются тут с этого заведения, потому что они не видели иностранца. Потому что иностранец для них это что-то интересное. Доброе утро. Доброе утро. У нас снова завтрак. Мы взяли пельмени в супе. И вчерашнее кушаем. Ну, вот это, конечно, вообще блюдо. Это вообще капец. Просто вы посмотрите на это. Где здесь курица вообще? Один перец. Блин, даже в этом супе острое масло. Капец. И очень острое. Хотя я попросил не острое. Ах, капец. Ну, точнее, я попросил минимально острое. А оно супер острое. Вы просто посмотрите на этот стол. Он тупо красный. И реально очень острый. Я понял, как нужно кушать это блюдо. Нужно вот так вот, короче, мешать, мешать. И видите, курица поднимается вверх. Вот так вот чикс, чикс, чикс. И вот курочки. А, это вообще кость. А вот, смотрите, какой кусочек курицы. А, это тоже кость. А, нет, чуть-чуть мяско есть тут, смотрите. Вот это самое острое блюдо. Но вкусно, очень вкусно. Фух, поели, во рту горит просто капец. Сейчас сделаем кофе и погнали. Готовимся к тому, чтобы уже ехать. Ирис сейчас смотрит, чтобы ничего не падало. Будет ставить все по местам, потому что, опять же, машина трусится. Если что-то будет стоять на столе, то это капец. Она будет потом на полу. Вот. А я буду пока прогревать машину. Мы сейчас направляемся в маленький городочек Ли Танг. И этот городочек находится на практически 4000 метров над уровнем моря. Он один из самых высоких городков или деревень в мире. Вы представляете? Короче, только заехали в город, уже проблемы с парковкой. Не знаем, где перепарковаться. И, кстати, я очень много сейчас начал замечать машин с вот этими наклейками 318-й дороги. Мне уже интересно, что ж там такого впереди красивого, интересного, что все клеют эти наклейки. О, вроде нашел. Ириска сегодня ковбой. Ну что, погнали на разведку. Посмотрим, о чем говорит этот город. Видели эта штука? Это Ирис говорит, когда они молятся, они вот так вот крутят эту штуку. Смотрите, у них здесь свой тибетский язык и снизу китайский. Мы с Ириской сейчас очень рядом с Тибетом, но в Тибет мне нельзя. В Тибет иностранцев без гида не пускают. Но мы же не поедем в доме на колесах с гидом в Тибет и будем путешествовать. И, наверное, гид будет жить с нами. Нет, у меня просто не получится. А китайцы могут попасть в Тибет без проблем. Зашли в какой-то туристический магазин. Тут разные такие приколюхи с местным приколом. То есть, допустим, вот чай с маслом, со сливочным маслом местным. Его просто заливаешь в кипяток и пьешь. Вот, например, як. Мясо яка засушенное. Мы видели очень много яков по дороге. И вот это они здесь, в коробочке. Ириска выбирает для мамы что-то. А вот шарфики тоже с яко-шерсти. Такие колючие немного. Вот тут, например, их грибочки. Смотрите, местные сушеные грибочки. Эти грибы добавляют в суп в Китае. Стесняется. Я только что спросил у мамы девочки, видела ли она когда-то раньше иностранцев, таких как я? Потому что здесь просто нету белых людей, как я. Ладно не белых, но иностранных людей. И она никогда не видела, представляете? Ребята, вы не представляете, как я тут счастлив. Я увидел стойку, где можно купить хот-доги. Представляете, хот-дог. Это не китайская еда. И нормальная причем. Смотрите, вот такое вот. Я так соскучился уже по европейской еде. Одна китайская, китайская, китайская. Острая, острая вот эта. Бегай в туалет постоянно. Хот-дог хоть съем. Пока ждем хот-догов. Еще что-то увидел. Смотрите, 318-я дорога. И что-то продают. Какой-то чай, наверное. Давайте посмотрим. Так, ребята здесь продают кофе, чай, молочный чай и другое. Очень вкусно. Вау. Как? Конечно же, я взял чаек. Молочный чай. Кобой, вкусно? Ребята, помимо хот-дога, я еще и нашел булочки. И вы посмотрите, булочки. Вкусненькие булочки. Корица. Ириц говорит, это корица под названием говно этих коров. Ну, слушайте, похоже. Похоже. Смотрите, какое здесь красивое кафе. Я заказал местный йогурт. Тоже йогурта в Китае нормального нет. И здесь, я думаю, вкусный. Потому что это местный с этого сияка. И булочку одну. Это очень вкусно. Реально, ребят, когда живешь в Китае, постоянно ешь китайскую еду, от нее устаешь. Хочется вот что-то такого европейского. Пицца, гамбургеры, борщ, что угодно. Что-то, кроме китайского. Потому что просто устаешь. Не то, что мне не нравится китайская еда, просто устаешь. Смотрите, какой йогурт необычный. Пробуй. Говорит, очень густой. Давай попробуем. Ну да, такой густой очень даже. Капец, он прям тянется, как сыр во рту, представляете? Ну, неплохо, неинтересный такой вкус. Как йогурт, который как сыр тянется во рту. Блин, мне нравится. Такая атмосферная тема. Очень вкусный йогурт. Йоперный театр. Что ж такое все вкусное, необычное тут? Чтобы вы понимали, насколько он тянучий, как сыр вот это, и густой. Как крем-чиз. Очень старенький. Сделано тоже из яка. Они, короче, яков тут используют по максимуму вообще. Смотрите, какой он хороший, очень владелец этого кафе. Подарил мне вот такую штучку. Угостил нас молочным чаем. Мы тут разговорились. Он столько интересных вещей нам рассказал. Вот про его бизнес там и так далее. Класс. Короче, владелец ресторана решил нас отвезти куда-то на гору, где ястребы поедают плоть умерших. То есть они вот так вот хоронят здесь людей, представляете? Они ложат человека и ястребы. Ну, вы поняли. Надеюсь, у нас не отвезут на органы. Первый раз видим его. А потом тем же ястребом. Нас ух, ебер, назятал. Ну, короче, ребят, если этот выпуск не выйдет, то вы поняли, что с нами случилось. Сделали привал, чтобы посмотреть на город. Очень необычно. Возит нас вокруг, показывает. Короче, ребят, нас этот парень отвез в такое место, что я словил прямо шок. И я не мог это все прямо вот так вот на ходу комментировать. Поэтому сейчас я уже более-менее успокоился. Давайте я вам все расскажу. Тема будет не самая приятная. Поэтому, если вам не интересна тема похорон, как хоронят людей в этом месте, проматывайте вперед. Это специальное место, куда он нас отвел в горах, где хоронят людей по их традиционным методам. Метод не самый приятный для наших ушей, поэтому смотрите. Первое, что они делают. Они берут кол, ставят кол в землю, потом ложат тело на этот кол, разделывают, ну, у них там ножей очень много, они берут этими ножами, в общем, режут. Вы поняли сами, что? Тело. Делают много-много надрезов телу, чтобы стервятникам было проще это делать. Проще есть тело. Потом отходят, и стервятники поедают эти тела. И это еще не все, ребят, представляете? Потом, когда остается один скелет, они берут этот скелет и раздалбывают кости человека, и смешивают со специальной кашей. Я не знаю, что это за каша. Похоже на пшеницу, огромную пшеницу. В общем, смешивают с этой пшеницей, вот этот порошок костей, и снова скармливают птицам. По всему этому полю единственное, что мы нашли, это части костей какие-то, допустим, макушка, еще какие-то части костей, и очень много перьев. Потому что когда стервятники собираются, когда люди отходят, они прямо накидываются, дерутся за этим телом. Вы представляете, какой я шок словил, и вы, наверное, сейчас тоже. И вы сейчас, наверное, подумаете, что за безумцы, что это, как это так вообще, что это за дикий человек, который ходил, собирал эти, трогал кости. А я вам отвечу, ребят, у каждого своя культура. Я ему сказал, а мы хороним в землю. Он говорит, ууу, в землю, фу, там же червяки, как вы вообще так можете? Вот так вот, ребят, не осуждаем, а просто изучаем и благодарим. Он говорит, здесь вот специально, видите, бутылки с мылом находятся. Руки помыть после всего этого, после всех этих моментов. Я, честно говоря, просто в шоке. Просто в шоке. Он говорит, что он около ста тел похоронил, вот этот, вот именно этот парень. И это норма у них считается. И вообще не к смерти относится нормально. Вот, допустим, моя бабушка мне говорила, ой, тебе нельзя трогать, смотреть на труп, трогать труп и так далее. А у них норма, у них можно вот приветствуется, взять, помочь семье, разделать этот труп, отдать как бы природе тело, представляете? Еще я спросил, зачем это делать? Он мне сказал, последнее, что ты можешь как бы отдать этому миру, а именно свое тело. А хоронить землю, либо сжигать, он говорит, не имеет значения. По-китайски, типа, мэйо и исы. У них есть еще несколько способов, как отдать свое тело, допустим, раскрошить тоже его, представляете, и скормить рыбкам, допустим. Вот такой вот момент, ребята. Это жестко. Для нашего восприятия это жестко, а для них это норма. Вот такая вот разница в культурах. Я не знаю, что это за культура. Это, наверное, ближе к Тибету, они вот так, тибетцы, так хоронят людей. Хоть он и китаец, этот парень, но вот в Семьире совсем по-другому. Они хоронят по обычным традиционным методам в землю, как и у нас, с гробом и с надгробием. Все, приятного просмотра вам дальше, ребята. Тибетская музыка. Нам показывают в его магазине много разных приколов. И вот тут, короче, такая вот штука. По ходу, как я понял, табак, который нюхательный табак. Ну давайте, чё жми, я же не буду портить. Надо занюхать. Какая? Печёт. Очень печёт. Чё, чё. Чё, чё. Чё, чё, чё. Чё, чё, чё. Чё, чё. Далай, идти ма? А, да, 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 да. Он говорит, чё, понюхай. Я, да, да, да. Непонятно, что даёт, нюхаю себе. Человека первый раз встретили, чтобы вы понимали. Улыбайся в левую ноздью. Блин, она у меня забита. It's like using drugs. Подожди, не. Я надеюсь, это не какой-то котик. Сейчас нормально, прочихался и нормально. Ты ладно? Слушайте, да, у меня прям как пробудило, на самом деле. Чё, там есть чё? Есть чё, братан? Чё ещё есть? Элиска хочет купить себе вот такое ожерелье. Постой. Да. Спасибо. Её. Её. Её мама? Её система не думала. Её. Её. Её, на всём? Её. Они говорят на самом-то диалекте, и я не понимал. наверное на тибетском короче мы сидели долго долго разговаривали он столько всего рассказывал все такое интересное сейчас идем вместе вместе с его мамой и девушкой поэтому ребят если вы когда-нибудь приедете в летом в этот город в китае то обязательно посетите его магазин я оставлю номер его пичата ниже под видео в описании просто невероятный человек реально приехали к нему на ферму если ты может так сказать у него здесь лошадка есть смотрите привет лошадка еще две лошадки зимой они здесь зимуют он говорит и вот тут их еда приехали покормить лошадок а потом пойдем кушать соответственно сами он говорит что ночью здесь живет охранник чтобы присматривать за лошадьми потому что могут украсть здесь живет масло смотрите баночки смотрите такие шашлычки выбираешь себе набираешь и потом жаришь прям на столе вот он говорит бери все что хочешь угощаю як молни в мясо и мясо говорит настоящее яковское мясо и тут еще смотрите всякие приколюхи там вот это желудок какая-то еще и наверно хрящих и потом там ну короче много-много всякой всякого всего водоросли бамбук это местный ресторан и здесь очень вкусно я изначально подумал что мы будем жарить но там и будем варить в супе вот эти палочки говяжий суп на говяжьем жире посмотри чувствую будет супер-супер остро так уже закинули шашлычки сюда будем скоро пробовать он говорит берите тарелки идите за мной сделание соус вкусный как ты умеешь местный тут много разных приправ и так далее все это сделает так теперь в этот соус нам нужно вот так вот вот это масло вылите вот или с уже открывает ахаю карты проще какой-то специальная масса только для такого блюда я помешал попробовал вкусно хочу вам хочу мясо перца запаковано а ну и риска давай остро что делать можно уколой запить показываем наш дом на колесах бабушка залазит их мама ни разу не видела чем подобного уже следующий день и мы с нашим другом новым другом едем какие-то горячие источники которые прям вот дикие дикие горячие источники у нас отвозят посмотрим что получится просто капец приехали бы никуда посмотрите какая пустошь и вот там вот он говорит горячие источники попробуем короче к несчастью тут оказалась очередь ребята тоже приехали на этот дикий источник и сейчас будем ждать с местными разговорились тут они говорят попробуй она говорит наша местная еда что же это такое вообще непонятно похоже на сушеный какой-то фрукт ну как сушеный фрукт да как будто бы сушеное яблоко какое-то по вкусу как сушеное яблоко только не сладкое вообще короче мы загуглили это вот эта штука сушеная интересно даже не знаю что это честно говоря мужичок принял себе душик в горячем источнике и пошел домой и вот его детки тоже там принимали душ или как это назвать ванну горячая вода смотреть пузырики видите выходят реально горячая капец просто и пахнет знаете лиманом таким тухлым каким-то яйцом сам этот горячий источник не такой же не дикий вот смотрите построили но нужно наполнить водой сейчас он сделает так чтобы наполнить водой закрывает и сейчас горячая вода на течет сюда короче мы будем идти потому что нам нужно ждать еще очередь к ванна это наберется пока то пока все поедем короче дальше ванна мы приехали на другие горячие источники уже здесь ладно блин мест тоже нету представляете сегодня суббота так хотелось побывать в этих домиках настоящий такой горячий источник который пахнет ванючими яйцами хотелось бы попробовать все на пора ехать уже отсюда потому что просто устали находиться в этом городе а вот сколько знаков 318 дороги и я уже хочу побыстрее туда поехать написано что в этой жизни ты обязан проехаться по этой дороге я на самом деле очень уже устал видеть эти знаки везде в этом городе не везде потому что дальше как говорится будет красота на удивление в этой деревне есть кафешка возьмем сейчас кофейку и поедем дальше взял капучино оно такое сильное капец ребята здесь видимо знают толк в кофе прощаемся с нашим новым другом и он говорит сейчас проведем тебе специальную тибетскую церемонию прощания в общем да дал нам такой вот платочек и это означает что ты сам вот есть отдаешь такой платочек гостю это самые лучшие даешь самые лучшие пожелания гостю и отправляешь его в счастливый путь таки так и делай так и делай а что такое джахи дали там сюда туфу и и северную хуй и си а не на и не халша тушу сетей на веса вот яхидал и это слушаем и пожелания за хитрой у них есть такая вот книжечка пожеланий мы с риской написали или на китайском на английском а я на русском петя был здесь спасибо будет некрасиво как они гай все наконец-то мы едем дальше уже хочется спуститься потому что реально невыносимо нужно привыкать долго наверное к этому разреженному воздуху я не понимаю люди здесь живут вообще я каждое утро встаю рано утром и такой вот так вот короче не могу продышаться ребята мы заехали в какой-то туннель это просто капец как будто на таких фильмах ужаса посмотрите какой он капец нифига не видно туман какой-то мы заехали набрать водичку вот тут бабушка 10 юаней смотрите здесь все они набрать водичку смотрите какие дети у всех щечки румяные потому что высота холодно видимо у бабушки здесь есть источник колодец и не знаю она вот так вот продает водичку драг драйвером жителям в доме на колесах и так далее потому что у нас вода кончилась уже как два-три дня нам пришлось снять отель что принимать душ в том городе не могла и бухой путал а не а прикол в том что бабушка не разговаривает на диалекте китайском она разговаривает на тибетском и вот тут старше вот этот старший мальчик переводит то есть мы с ней коммуницируем она спрашивает мальчика шум сказал а мальчик понимает и переводит для бабушки быть видит видите смотрите спрашивает а я всегда же хай файз то-то-то б��가 run the day далее 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 да ребяopy давай короче мы набирали воду у воды был сильный-сильный напор и вот этот там труба прямо вот проходит над батареей туда сильно короче засунула эту трубу сильный напор был она мне просила посмотреть на я отвлекся там снимал детей вода начала протекать прямо на батареи вот смотрите эта труба по которой мы набираем воду она прямо здесь проходит вот там сейчас немного мокро я боюсь включать батареи чтоб не загорелся не было там короткого замыкания давайте попробуем эта хрень здесь если шо i will turn on я включил вроде бы нормально все работает сейчас тогда включим вентиляцию будет горячий горячий воздух выходить прямо сюда и просушим там принципе немного воды чуть-чуть буквально побрызгала блин вроде видеть не сильно много воды тут вообще ее почти нет вот видите брызги чуть-чуть вот здесь у нас пульту управления мы сейчас включили горячий воздух вот и горячий воздух будет прямо вот туда вот залетать и быстро все высушит капец но мы с риской конечно сегодня стрессанули сейчас поедим и успокоимся нужно будет что-то крепкого навернусь потому что реально так стрессал мне просто вначале показалось что там вот столько воды я общее чуть ли не офигел что все высохло у нас будем ехать дальше доброе утро ребят мы вчера вот так вот съехали с трассы здесь и припарковали машинку здесь переночевали скоро будем ехать дальше осталось только позавтракать правда было очень сильно шумно всю ночь ездили вот эти траки вот такой вот у нас завтрак гречка печень трески яички и кислые огурчики на закуску и еще у нас есть вот такая вот китайская тушенка первый раз пробую давайте откроем посмотрим понюхаем что это вообще за фигня ну такое на запах не очень соевый соус холодец соевый соус что такое короче но давайте сейчас подогреем ее или давайте так попробуем give me fork давайте холодную попробуем сначала так это свинина а не говядина конечно печально хотелось бы говяжью знаете неплохо вау 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 прикол очень мягкая свинина давайте подогреем жизнь дальнобойщиков короче я еще сегодня проснулся у меня был люк открыт я проснулся из-за того что ну мокрая вот так вот положил руку на дело но мокро снег налетел представляете я спал снегу сегодня потом закрыл люк но слава бога что не сильно мокро то есть чуть-чуть чисто сверху доме меда так греем эту тушенку говяжью выглядит не очень еще и риска себе разогрела вчерашний тофу так он брысь отсюда одной и сюда учуяла тушенку да да тушенка превратилась в суп чисто жир один посмотрите ну что ребят пора ехать дальше мы уже выехали на эту трассу 318 где говорят что красиво и она реально открывается красота она правда сейчас туман наверное это все-таки облака а не туман сайлент хилл какой-то реально короче я понял что это не туман а облака короче короче остановились рядом со снегом чтобы показать мяу-мяу и фей-фей снежок у меня уже ни разу не не видела снега давайте поссорим на ее реакцию уже хочет обратно девочка иди давай фей не понимают что это такое нюхают боится ходить по нему смотрите фей не так боится как мяу-мяу шо вы понравился вам снег нет сколько мусора у нас как обычно блин накопилось и негде выкинуть вот здесь в горах холодно просто пипец капец ребят мы на этой красивой дороге но не видно нифига чисто в облаках едем блин я еду очень медленно потому что переживаю реально нифига не видно короче ребята это просто полный пипец у нас тормоза отказали представляете то есть мы вот только спустились гор я пробую короче этот за там вот даже сейчас смотрите я вам покажу сердце вот так колотится короче только что было передо мной грузовик я начинаю тормозить и не тормозится просто прожимается легко тормоз потом я снова нажимаю и тогда она прожимается расчета с тормозами случилось у нас то они работают они не работают хорошо не на горах это случилось был бы вообще пипец короче вот заехали к механику что с тормозами раньше я чуть-чуть нажимал она уже тормозилась сейчас мне нужен самый конец и тогда она тормозит представляете я когда еду еду на скорости нажимаю не прожимается я просто впереди огромный грузовик я потом опять нажимаю на второго раза сработало что за бред короче китайцы говорят что из-за из-за того что градус большой машина разогрелась из-за этого плохо работают тормоза стрёмно ребята очень не стрёмно смотрите видите это все в масле тормозная жидкость или что это потекла наша машинка тут собрались уже китайцы все смотрят на меня говорят твой китайский малогресс хороший ну короче он слил тормозную жидкость говорит добавлять не надо сейчас проверим будет будет ли работать ох sunday смотрите наливает воды идет пар может вот это поэтому потому что мы долго-долго спускались с горы это видимо из-за этого короче мы вот здесь вот припарковали машину потому что мы в городе там нет паркинга мы туда заехали это сделали круг и вернулись сюда это единственное место где мы нашли здесь очень шумно эти траки ездит мало того что шумно еще им под наклоном будет машина сегодня ночью у нас будем спать вот так вот смотрите как машина под наклоном будем вот так от короче спать сегодня в общем завтра будем гулять по этому городу сейчас покушаем будем отдыхать это ресторанчик прямо рядом короче нас с утра самого разбудили мы вы же видели там припарковались стучали долбили в эту дверь самого утра перепаркуйтесь сюда заплатили за почти два места потому что он говорит ваша машина большая заплатить за два места короче а так вот же не короче я с этого китайца тупо отругал говорю почему смотрите короче мы приехали сюда прежде всего мы приехали сюда он выходит говорит нет нет вот туда паркуйтесь вот туда паркуйтесь я говорю ну хорошо уже ладно припарковали сюда и даже несмотря на то что с той стороны машина может вот так вот короче на перекос еще больше этому ну ладно уже пофигу все остановились и с утра нам в дверь перепаркуйтесь потому что там моют машины представляете я мурю зачем ты это делаешь зачем ты нам позволил сюда здесь про парковаться он говорит ну там вот моют машину ничего не может сказать просто ничего не может сказать вот тупо отругал вот смотрите только сейчас заметил что приспособление чтобы мыть машину и он нам сказал вот здесь вот припарковаться ладно надо покушать и успокоиться это китайский завтрак чтобы понимали это называется йоу тяо как бы как наши пирожки по вкусу в масле которые обжариваются но только без начинки сама супер мягкий и большой говорит но это не то что вы подумали мы поговорим про йоу тяо тесто всегда вкусно да китайцы конечно иногда удивляются наглостью смотрите просто стоит тип передо мной начинает снимать меня и все все пялятся на меня честно говоря в этой деревне я здесь наверное единственный китай ой китаец говорю я здесь единственный иностранец трони когда-то ли видели потому что супер какая-то деревня супер-супер далеко поэтому ее им интересно да и риск среди какой кадр ребят вот он лайв стримит он вот так вот на этой телеге он вот на этой телеге едет в тибет и здесь написано я веду прямой эфир и еду в тибет да да он говорит вот здесь написано что я прямо сейчас веду прямой эфир вот он ведет прямой эфир сколько людей интересно дать где написано короче говорю одеты спит он говорит я вот там внутри сплю представляете он короче с шанхая представляете с шанхая уже 161 день идет пешком чтобы вы понимали шанхай очень далеко представляете с шанхая 161 день вот так вот идти тянуть эту телегу и делать лайв стрим то есть он себе как бы такую рекламу делает у него там номер телефона и они по номеру телефона могут найти представляете ну и смотреть его видео хотя посмотрю как он будет тянуть телегу сколько же все-таки негатива с утра дал этому миру что мне сейчас нужно сделать это успокоиться поблагодарить что все в принципе хорошо машина цела мы целы видим ходим все прекрасно молодые ну в общем то есть осознать что все прекрасно и не нужно вот это расстраиваться фокусироваться на блин на мелочи на какой-то негативы вот короче распространять этот негатив вот кио дается и гамма его я манго закупились продуктами и поехали дальше ехали весь день к красивым местам и так до сих пор не приехали ровно машина стоит классно тихо самое главное далеко от дороги все что надо и еда есть город потому что рядом вообще здорово да мяу мяу здорово ну как ты как же ты пожирнела просто капец мяу мяу колобочек мяу доброе утро ребят мы позавтракали теперь едем дальше я уже не знаю когда будут супер красивые места которые нам обещали на самом-то деле пока что ничего такого особенного прям не увидел что прямо нужно наклеить наклейки там и так далее на такие красивые кита места короче непонятно что произошло огромная пробка и только из грузовых машин и мы не знаем стоит ли нам ехать или нет непонятно короче мы решили поехать потому что смотрим все в грузовиках просто спят и видимо они здесь уже долго и не хотелось бы здесь застрять надолго спросил ребят они говорят только грузовикам не позволяются говорит быстрее едьте вот поэтому поехали сессия сессия говорят аккуратнее говорят дошли бра а а сессия ним in и момент фан че джуда а сессия через час короче открою дорогу потому что мы поднялись наверх на всем говорят типа нет так ну все мы подождали до четырех часов сняли один одно видео уютубчик мини короткое видео и теперь едем дальше Слушайте, сейчас вот заезжаем в такие красивые, зеленые, высокие горы Наверное, надеюсь, начинается красота, обещанная красота 318-й дороги Блин, ребят, реально, какая же красота все-таки открывается, смотрите Все такое зеленое, красивое, как будто бы какие-то Альпы Вот такая дорога мне нравится Мы посмотрели на лобовое стекло, и там было написано, что нам уже пора менять масло Вот приехали сюда поменять масло, сейчас узнаем, сколько будет стоить это Ну и поменяем все фильтра В общем, поменять масло будет стоить 150 долларов Ну и фильтры Грязная такая, капец Еще решили проверить тормоза и шины Все, мы масло поменяли Ирис, пока меняли масло, сходила взять покушать То есть это у нас яйца с томатами Жареные, это рисовая лапша с мясом И это жареное мясо с зеленым луком Ну и рис, понятное дело, две огромные миски Да, Ириска, вкусно, невкусно? Не знаю Понял, я тоже не знаю, сейчас попробуем Вчера мы после того, как поели, потому что были супер голодные Пока нам там масло поменяли туда-сюда Заехали сюда и сразу вырубились Сегодня здесь проснулись Наверное, пойдем погуляем по этому мини-городу Посмотрим, о чем он говорит Парковка в этом месте стоила 8 долларов в день Нормально То есть это обычная цена на самом деле Голодные, как обычно Сейчас пойдем покушаем Какое-то заведение Разная лапша и что-то еще Давайте посмотрим Так, мы не будем там кушать Потому что у него нету лапши с кислой капустой Я обожаю просто лапшу с кислой капустой Пойдем в другое место Здесь? Вот еще какое-то место Ни ха Китайчик с мясной Блин, у него тоже нема Пойдем дальше смотреть Так, еще какое-то место нашли Ни ха Ни ха Суанцай 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 Ню ромен Суанцай Ню ромен Суанцай Ни ха Ни ха Нашли Так, вот мои макарошки Немного остренькие, но не сильно Кислая капустка И у риски тоже Лапша У риски лапша со вкусом куриных кишочков Представляете? Вкусно? 29 юаней, а именно 5 долларов Получается, каждая тарелка 2,5 доллара Зашли в магазин Закупиться продуктами Потому что надо У нас уже все кончилось Закупиться продуктами Ребята, представляете? Мы только что проехали один из самых длинных туннелей в мире Мы ехали, ехали, ехали Мы уже не знали, когда он кончится Но часа пол ехали через туннель Вы представляете? Оператор уснул Короче, после этого супер длинного туннеля Одного из самых длинных туннелей Я увидел на карте Что дорога 318 просто кончилась Представляете? Я не скажу, что эта дорога плохая Нет, она мне очень понравилась Она очень незабываемая Потому что природа Особенно в начале Меня вообще удивила Горы меняются Ландшафт меняется Природа меняется Прямо на глазах меняется Я запомню эту дорогу реально на всю жизнь Так вот, после туннеля я посмотрел на телефон И увидел, что дорога кончилась И я психанул Я до 4 утра ехал в город В котором я сейчас нахожусь Город под названием Чонгсинь Я ехал до 4 утра Потому что просто мы устали У нас нет воды в машине У нас полный бак наших отходов Нужно слить Негде сходить в туалет В общем Я психанул И вот мы приехали в замечательное место В котором есть и зарядка Вон есть уорная Все есть Вода В общем, все-все Все нам необходимо есть Вот, и мы сейчас здесь Чтобы вы понимали Город Чонгсинь Где мы сейчас находимся Это многомиллионный город В этом городе живет 30 Более 30 миллионов людей Вы представляете? Поэтому ждите очень много контента Именно с этого места А я с вами прощаюсь Это было очень долгое И на самом деле Очень нелегкое путешествие Нас ждут другие приключения Ставьте лайки Подписывайтесь Кстати, подписывайтесь Очень многие смотрят и не подписываются И колокольчик ставьте Меня это очень мотивирует Пожалуйста Увидимся в следующих видосах Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok